Состязались в дисциплине марафон за 12 часов с 6 утра до 6 вечера. Спортсменам нужно преодолеть как можно больше маршрутов. Их на горе Кушкая под Севастополем проложено более 20. Участникам нужно было трезво оценить свои возможности и выбрать наиболее подходящие для себя по сложности маршруты. Конечно, выиграет умно, не сильно получается. Тактика такая, чтобы пройти как можно больше маршрутов. Но и в то же время, чтобы у этих маршрутов был как можно выше балл. По сумме баллов потом будет читаться итоговое место, которое мы займем. Это маршрут, называется «Варежка». Мы его лазили года три назад в туман с дождем и по более простому варианту. Поэтому вроде как знакомый, а с другой стороны незнакомый. Но тактика у нас такая – залезть максимально быстро, спуститься, залезть еще маршрутов, потом еще один. Старль дали на рассвете. Особенность горы Кушкая в том, что длина маршрутов здесь достигает более чем полукилометра. Тогда как на первом этапе Кубка в Хакасии их протяженность измерялась десятками метров. Участникам пригодилось умение хорошо ориентироваться, чтобы случайно не уйти на соседний, менее сложный маршрут. Одна из таких старейших скалолазных альпинистских точек Крыма – гора Кушкая. Я сама тут начинала когда-то лазить. В общем, многих здесь жизнь прошла. Поэтому место очень такое любимое, знаковое. Севастопольская федерация растит новое поколение спортсменов. Причем настолько успешно, что сейчас параллельно с Кубком России проходит чемпионат города. И участников хватает. И там будут только севастопольские команды. И раньше у нас не было достаточного количества команд, чтобы проводить чемпионат Севастополя отдельно от Кубка России. Нам приходилось совмещать. Сейчас количество команд такое, что мы полноценный чемпионат Севастополя. Во втором этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе севастопольские спортсмены Михаил Лапшин и Александр Лисин заняли второе место. С незначительным перевесом на первом месте Егор Матвиенко и Михаил Теплых из Красноярского края. Третье место заняли гости из Тюменской области. Среди женщин весь пьедестал заняли командой из Красноярского края. На первом месте связка Марина Попова и Олеся Бабушкина. Всего в плане соревнований на этот год 8 этапов. Недавно участники завершили соревнования в Хакасии. Следующие пройдут на Кавказе, Дальнем Востоке, в Красноярске и на Урале. Финальный восьмой этап состоится осенью здесь же, на Крымском полуострове, на горе Сокол в Судаке.